В Лабутанге прошел самый настоящий гастрономический фестиваль. Его участниками стали 13 представителей разных народностей. В субботний день конкурсную комиссию они порадовали уникальными ароматами национальных блюд, красками народных костюмов и зажигательными ритмами музыки, тем самым создавая атмосферу большого и светлого праздника дружбы народов. Об особенностях национальной кухни расскажет Светлана Келли. Таджикистан, Татарстан, Башкортостан, Молдавия, Германия, Ханты, Коми, Немцы и Украина. Каждая диаспора приготовила самое вкусное, самое лучшее. Анастасия Шиховцова – девушка с еврейскими корнями. Национальную кухню презентовала традиционными блюдами – кугель и форшмак. Готовятся они по особым случаям выходного дня. Сегодня у евреев шаббат. Это праздник еженедельный. То есть, когда евреи с пятницы вечером готовят себе еду и традиционные блюда уже кушают в субботу, ничего не делая, просто отдыхая и веселясь. Без песни и вкусных шанижек сложно представить Коми-Зырян. Отличительная особенность народа – гостеприимство. Традиционным блюдом была и остается сдобная выпечка – сладкая мясная, рыбная. Это целая церемония, подготовка. Если ты пригласила гостей, соответственно, нужно. Именно сейчас еще мы часто смеемся и говорим в шутку между собой «Назырянский чай». Значит, это все пиршество, чему ты научилась за свой стаж. Не стаж, а жизненный путь. Какая красота. Ой-ой, что это? Мы максимально стараемся быть объективными. Будем надеяться, что победит вкуснейший. Все очень вкусно, обалденно просто. Есть вещи, которые, ну, блюда, которые сам готовлю. И есть блюда с моей родины. Ну, есть с чем сравнить. Сложно сохранять голодный разум, когда на столе такое изобилие блюд, признались уже сытые представители конкурсной комиссии. Им удалось не только насладиться их вкусом, но и узнать некоторые народные секреты. Таджикский плов, к примеру, готовят только женщины в повседневной жизни. А вот для больших праздников, таких как свадьба, приглашают мастеров восточной кухни. И это, как правило, мужчины. Таджикский плов, организация ЮНЕСКО признала объектом культурное наследие. Угощайтесь, пожалуйста, уважаемые. Спасибо. Ой, чулы, чулы, люди, ой, чулы, чулы, вы, с устремленком девчину, что не слабый роды. Русские блины, украинские пироги, вареники. Национальная кухня братских народов знакома каждому с детства. В семье Ольги Дзюба рецепты любимых блюд передаются из поколения в поколение. На кухне сын – главный ее помощник. Важно знать и помнить традиции своего народа, уверена украинская мама. Действительно это объединяет и показывает людям, что во всех народностях есть самое вкусное, самое замечательное. И каждая кухня достойна быть на первом месте. Конкурс блюд – нечто большее, чем просто желание показать свою кухню. Это прекрасный повод познакомиться с обычаями и традициями многих народностей, увидеть красоту национальных костюмов. Единственный минус – пару килограммов, которые с легкостью можно было набрать за вкусным столом. Всем поставлена оценка «5 с плюсом» за ту любовь, с которой участники подошли к подготовке к этому конкурсу. Мы с вами прекрасно понимаем, что самое главное в любом блюде – это действительно та душа и та любовь, которую вкладывают непосредственно люди, которые готовят блюда. Блюдо национальное. А каждый хотел отличить свою национальность какой-то именно изюминкой, особенностью. Выбрать достойное победы блюдо – задача не из легких. Конкурсантов оценивали в трех номинациях. Лучшая презентация у народа коми. Ненецкие чумовые, сосиски из оленины – старое блюдо на новый лад. А вот национальным колоритом судей бесспорно сразил таджикский плов. Народный восточный танец укрепил позицию. Познакомилась с очень многими национальностями, попробовала очень разные блюда, взяла себе на заметку. Спасибо огромное организаторам. Очень здорово было и хотелось бы, чтобы постоянно были такие конкурсы. В Лабытнанге – многонациональный город. Каждая народность принесла свою изюминку в рецепт и способ приготовления. И все же был один главный ингредиент, который сделал эти блюда незабываемыми. Это душа и любовь к своему народу. Чего только стоила запеченная баварская рулька. Светлана Келли, Эдуард Сахаров, программа «Время местное». Продолжение следует...